МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашин. Здравствуйте. По данным комбинатуры Алматы, на сегодняшний день зачищены участки Алатаусского и Медеусского районов. Правоохранители задержали более 1600 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов. На пяти блокпостах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес. Продолжают поступать звонки от горожан на номер 102. Обратилось более 800 человек. Колл-центр комендатуры принял 136 сигналов от граждан. Ущерб бизнесу пострадавшему во время терактов превысил 100 миллиардов тенге. По последним данным, убытки понесли более полутора тысяч предпринимателей. Почти все они из Алматы. Больше всего пострадала отрасль торговли. В специально созданный колл-центр нацпалаты Атамикен продолжают поступать обращения от бизнесменов. Продолжение следует... Продолжение следует... 70 человек задержали в Мангестау. За нарушение комендантского часа улицы Актау патрулируют усиленные наряды полиции и военнослужащих. По-прежнему функционирует колл-центр по номеру 109. Продолжается работа восьми блокпостов на въездах в Актау и Жанаузена, также в поселок Бейнеус, страны Атраусской области. За сутки совершено одно мелкое хищение. В связи с увеличением количества обращений граждан по вопросу выдачи пропусков, центр по их выдаче перенесен в здание Мангестауской универсальной библиотеки имени Кабибулы Садыикова, расположено по адресу город Ахтау, 19-й А микрорайон, здание 1-2. В Таразе число задержанных достигло 400 человек. За последнюю неделю правоохранители изъяли свыше 80 единиц оружия и боеприпасов. После трагических событий в городе пострадали 6 государственных учреждений и 4 бизнес-объекта. Началась работа по их восстановлению. В Акимате заверили, что разрушенные и сгоревшие здания приведут в порядок в течение двух месяцев. Реформы в правоохранительной системе, озвученные президентом эксперты, считают необходимыми. По мнению доктора юридических наук Марата Когамова, МВД и другие военные формирования, которые в докладе глава государства уделил особое внимание, во время беспорядков слабо владели оперативной обстановкой. К тому же действовали они разрозненно и неслаженно. Поэтому Касым Жумар-Тукаев акцентировал внимание прежде всего на повышение маневренности военных и качестве их взаимодействия между собой. Сейчас ситуация меняется. И я думаю, все те вещи, которые президент обозначил, а в своем докладе, уважаемые сограждане, коллеги, он поднял эту тему в первую очередь. Потому что если мы не обеспечим должный правопорядок, должный уровень законности, то, соответственно, у всех у нас будут проблемы. Это объективно и очевидно. Будет хаос, который мы наблюдали в эти неприятные для нас дни. Единый оператор для работы по утильсбору появится в Казахстане. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кали Брекешев на первом заседании нового правительства. По данным ведомства, объем поступивших денег в виде утильсборта с 2016 года достигает почти 692 миллиардов тенге. Брекешев подчеркнул, в ближайшее время будет проработан вопрос по созданию отдельного госоператора, пересмотру коэффициентов. Напомню, накануне президент Касымжимар Тукаев поручил прекратить администрирование утилизационного сбора в Казахстане. Представители финансовых институтов в США обяжут предоставлять информацию о казахстанцах, открывших счета в Америке. Касается это и юридических лиц. Аналогичное требование будет действовать и для наших отечественных организаций. Закон о ратификации соглашения между правительствами двух стран, о совершенствовании международной налоговой дисциплины одобрили сегодня мажелесмены. Документ затрагивает деятельность кредитных, строковых, брокерских и других подобных компаний. В случае, если в финн-институте откажутся раскрывать информацию, организации дадут полтора года на устранение нарушения, либо ее представителям придется выплатить штраф. Если организация откажется работать по новым правилам, с международных банковских переводов могут удержать 30% от суммы. Это при условии, что получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо. Перечисленные средства – доход, связанный с инвестициями на территории Америки. В столичном аэропорту сегодня планируют выволнить 36 международных рейсов в Москву, Дубай, Франкфурт, Стамбул, Кутаиси, Ташкент, Пхукет, Санкт-Петербург и другие города. При этом два рейса в Красноярск отменили. В воздушной гавани Актау, Шимкента, Туркестана, Атрау, Актубе, Уральска вылетят 18 международных рейсов. 20 полетов из Алматы, Актау и Туркестана за рубеж отменили. Напомню, международное авиасообщение столицы полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпании «Льфганза» и «Трукиш Эйрлайнс». Последняя возобновит работу в Нур-Султан с 13 января. В Казахстане с сегодняшнего дня возобновляют работу автоцены. Получить необходимые услуги казахстанцы смогут в любой из рабочих дней с 9 до 6. В госкорпорации правительства для граждан напоминают отдельные услуги, автовладельцы могут получить онлайн. Водителям рекомендуют воспользоваться этими сервисами, чтобы, цитирую, «не создавать большой ажиотаж в отделениях». К слову, в трех регионах страны – Алматы, а также в Алматинской и Жамбулской областях спеццены пока что не открылись. О возобновлении их деятельности будет сообщено дополнительно. В Казахстане за сутки более чем в два раза выросло число заболевших коронавирусом. Вспышка ковида зафиксирована в столице. В городе больше трех тысяч новых случаев заражения. Следом идет Алматы и Шымкент. Двое пациентов от коронавируса погибли. Такие цифры приводятся на официальном сайте Минздрава. Касательно вакцинации. Первую дозу получили больше 9 миллионов человек. Полную иммунизацию прошли более 8,5 миллионов. В регионах на фоне ухудшающейся эпидситуации готовятся к росту госпитализации. Три тысячи резервных коек подготовлено в Акмолинской области. В инфекционных стационарах, кроме основного запаса препаратов, обеспеченный резерв лекарств почти на 50 миллионов тенге. Повлиять на уровень заболеваемости может территориальная близость к столице, которая сейчас находится в красной зоне. Так считают в местном управлении здравоохранения. Если на прошлой неделе у нас было порядка 30 выявленных случаев в день, то минимально у нас было до 24 случаев в день. То есть сейчас уже порядка 40 пациентов. То есть небольшой рост имеется. Мы смотрим, наблюдаем это. По пациентам, которые поступили в стационар, пока роста нет. Пока на одном уровне держится. Но в амбулаторных среди пациентов тоже небольшой. Около 10% рост среди амбулаторных пациентов, которые обращаются с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. Из зеленой зоны сразу в красную. Такого развития эпидситуации не исключают врачи Актюбинской области. Если в декабре были дни, когда не было ни одного случая коронавируса, то с начала января в регионе наблюдается рост числа заболевших. За сутки выявляют более 30 новых инфицированных. Идет рост инфекционного заболевания. Прошли новогодние у нас праздники. Проводились корпоративные вечера и так далее. В городе Алматы, в Астане обнаружен омикрон. Штамп идет заражение от человека. От человека быстрее. И он заражает больше людей. И в этот момент, наверное, уже влияет на эпидемийный процесс. Пока у нас не обнаружено. О том, что важно не расслабляться и продолжать борьбу с коронавирусом, вчера напомнил президент страны. Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости. Фиксируется более 2000 новых случаев в сутки. За весь период пандемии число заражений составило более 1 миллиона человек. Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с коронавирусом. Это также должно быть ключевой задачей нового правительства. Более половины населения Европы в ближайшие полтора-два месяца заразятся штаммом омикрон. Такой прогноз озвучил глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. С начала года вирус выявили у более 7 миллионов европейцев. Клюге заявил, данные специалистов указывают на высокий уровень распространения новой версии ковида, что уже привело к большому числу госпитализированных пациентов. Специалист ВОЗ добавил, по мере того, как омикрон двигается на восток, этот вариант может еще больше ударить по странам с более низкими показателями вакцинации. 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях омикрон-штамма. Он быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах. Институт показателей здоровья и их оценки прогнозирует, что более 50% населения европейского региона будут инфицированы омикроном в ближайшие 6-8 недель. Эксперты ВОЗ заявили о необходимости разработки новых вакцин от ковид и обновления уже существующих препаратов. По их словам, это нужно для эффективной борьбы с новыми вариантами вируса, в том числе и с доминирующим на сегодня в большинстве стран мира омикроном. Вакцины прежде всего должны предотвращать новые заражения, распространение вируса и развитие тяжелой формы заболеваний. Также ВОЗ заявили о важности разработки дополнительных лекарств для профилактики коронавируса. Омикрон уверенно доминирует в США и провоцирует новые рекорды заболеваемости. Меры борьбы против этого штамма усиливают в европейских, в азиатских странах. Насколько опасен этот вариант коронавируса? Растет ли смертность от ковид? И что представляет собой так называемый Дельта-Крон? Ответы на эти вопросы искала Вероника Боярова. Ковидная статистика в Штатах поражает. Там зафиксировали новый рекорд за всю пандемию. За день коронавирусом заболели свыше миллиона 350 тысяч граждан. Для сравнения, это больше, чем все население столицы Казахстана. Большинство госпитализированных пациентов – это непривитые или пожилые с опустующими заболеваниями. Около 10% в больницах находятся в отделении интенсивной терапии, а 5% на аппаратах искусственной вентиляции легких. Для сравнения, это меньше, чем во время предыдущих всплесков. Но делать выводы пока рано. В ближайшие дни нам нужно будет изучить цифры. Но я думаю, что на следующей неделе нас ожидает большее число случаев COVID-19. Представители системы здравоохранения опасаются. Увеличение числа пациентов вызовет большую нагрузку на больницы и спровоцирует нехватку персонала. Дефицит кадров, к примеру, уже испытывают в школах. Многие педагоги на больничном. Тем временем, глава Белого дома делает оптимистичные прогнозы. Джо Байден заявил, что пандемия не продлится долго. Если вы посмотрите на статистику, то ситуация кардинально отличается от прошлогодней. Хотя все еще есть некоторые проблемы. Тем не менее, больше 90% школ открыты. 300 миллионов человек ежемесячно проходят тестирование на COVID. Мы будем контролировать ситуацию. Мы заказали новые тесты. Новая реальность будет лучше, чем сейчас. А вот картина за год сразу в нескольких странах, которые лидируют в статистике по заболеваемости. США, Канада, Индия и некоторые европейские государства. За год число заболевших на миллион населения увеличивалось. А вот динамика смертности, напротив, сокращалась. Некоторые эксперты связывают это опять же с омикроном. Так, согласно недавнему исследованию ученых Лондонского имперского колледжа, риск госпитализации при заражении этим штаммом ниже на 40-45%. Но специалисты ВОЗ делают заявление о новом штамме с осторожностью. В организации признают, свидетельств того, что этот вариант переносится легче, с каждым днем все больше. Однако снижать оборону против ковида нельзя. Если дельта поражала нижние дыхательные пути, то омикрон концентрируется в верхней части легких. Это способствует более легкому распространению вируса. Важно помнить, что заболевших становится больше, и потому что люди стали чаще общаться друг с другом, не соблюдать меры социальной дистанции и не носить маски. А в северном полушарии, где сейчас холодное время года, люди проводят больше времени в помещениях, собираются толпами. Все эти факторы позволяют вирусам быстро распространяться, будь то омикрон или другой штамм. В организации также прокомментировали появление дельта-крона, так называемого гибрида двух известных штаммов. О нем недавно сообщили кипрские ученые. У этого вида та же генетическая основа, что и у дельты. И одновременно есть мутации от омикрона. Эксперты ВОЗ предположили, гибрид мог появиться из-за лабораторной ошибки. Специалисты настаивают, нужно разобраться, является ли дельта-крон новым штаммом вируса и какие у него свойства. Но на это необходимо время. Вероника Боярова, Хабар, 24. Медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Пенсильвания. Инцидент произошел рядом с городом Филадельфия. Воздушное судно направлялось в больницу. На борту находились трое членов экипажа и младенец. Это происшествие называют чудом, поскольку все пассажиры отделались лишь царапинами. Причину авиакатастроф выясняет полиция. Около часа дня мы получили звонок о том, что упал вертолет. Офицеры и пожарная часть прибыли в этот район, и они обнаружили, что он разбился здесь. За зданием в нем находились четыре человека. Все они смогли выбраться из него живыми. Это просто чудо. На юго-востоке Бразилии в любой момент может прорвать плотину. Все из-за мощных ливней, которые обрушились на штат Минос-Жерайс. На снятых с беспилотниками кадрах видно, как вода постепенно размывает дамбу. Тревогу вызывают прогнозы синоптиков. Дожди в регионе продолжат идти еще неделю. Власти находятся в состоянии боевой готовности. Жители опасаются, что худшее впереди. Плотина может рухнуть. Наш город сразу уйдет под воду. Нам ничего не остается, как готовиться к эвакуации. Такого здесь еще не было. Там внизу пять городов, которые примут на себя удар. Это страшно. Дюны Аравийской пустыни стали белыми. Всему виной аномальное природное явление для этого региона земного шара – град. Благодаря дрону удалось заснять удивительный пейзаж во всей красе. Эти кадры сделаны в провинции Медина. Местные жители уже облюбовали песчаные холмы, прилегающие к автомагистрали. Посмотреть на природную аномалию приезжают даже люди из соседних провинций. Но если для них это повод сделать красивое фото, то ученые обеспокоены тем, как меняется климат на планете. О погоде в Казахстане синоптики прогнозируют потепление на большей части нашей страны. Холодный антициклон сменит западный, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега. На севере страны будет ветреный, скользко. Столбики термометра поднимутся выше нуля. В дневные часы на всей территории страны ожидается до 5 градусов со знаком «плюс». Ремонта Дома культуры дождались сельчане из Кустанайской области. Провести в порядок социальный объект жители поселка Научное опросили несколько лет. Писали в районный Акимат, озвучивали свое пожелание на собраниях. В итоге деньги на капитальный ремонт в бюджете нашли. Помог проект аул Ельбесыга. Дом культуры в Научном не видел капитального ремонта полвека. Но даже в сложных условиях местный хор, кружки прикладного искусства и спортивная секция работали без перебоев. Обхват у нас полностью по кружкам 95 человек. Детки ходят. Также у нас еще есть борьба в зале. И ходит тоже около человек 40. Мальчики и девочки. Больше всего неудобств сельчане испытывали зимой. Старая система отопления не грела. На Ладан дышали трухлявые окна, пол и кровля. Крышу поменяли, отопление поменяли. Сделали полностью стяжку пола. Электропроводку полностью. Даже в сельском кубе есть туалет, есть душевые комнаты. Дети после танцев могут, после репетиции, принять душ. В Научном Роза Думалакова живет 30 лет. Работает в библиотеке. В свободное время поет в местном хоре. Его старшие участницы 75. Ждут окончания ремонта, чтобы возобновить репетиции. К 30-летию независимости это вообще шикарный подарок. Наша группа ждет с нетерпением, потому как мы выступаем. Поем песни. Песни наши деревенские про село. Оттока населения в Научном нет. Молодежь возвращается в село. Здесь есть работа и условия для жизни. Центральный водопровод и газ. На сходах главным вопросом всегда был ремонт клуба. Население поднимало, во-первых, этот вопрос. И районные власти, соответственно, откликнулись на нашу просьбу. И в рамках проекта ОУЛ Ельбисыге мы получили такой подарок. Стоимость проекта 120 миллионов. Научное село перспективное. Помимо клуба здесь ремонтируют и улицы. В этом году заасфальтировали больше километра дорог. В следующем приведут в порядок еще 5000 метров. Наталья Срокова, Эльмик Мухмедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. Блюда от робота. На Олимпиаде в Пекине удивляться кулинарными изысками будут машины. Автоматизированным будет не только процесс готовки, но даже раздача еды. Таким образом, власти намерены минимизировать риски заражения ковидом. Ноу-хау представили в кафе медиа-центра. Его первыми посетителями стали журналисты, которые прибыли в Китай для освещения главных игр четырехлетия. На этом закончим. Немного позже вернемся. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.